Друзья, всем большой привет! Сегодня я вас познакомлю с капканом, который применялся во время Первой мировой войны войсками Австро-Венгерской империи. Данное устройство получило наименование штурмфален, или если перевести на русский язык, штурмовая ловушка. Капкан довольно прост в своей конструкции. Его основу составляют дуги с заостренными железными зубьями, проволочная сетка, при помощи которой происходит активация ловушки, а также стальной трос длиной 30 метров, идущий в комплекте к каждой ловушке. Данный трос используется для крепления ловушки, а также для её обезвреживания на расстоянии. Трос соединяются с таражком в виде проволочной сетки, при нажатии на которую ловушка захлопывается. Для успешной установки ловушки следовало разместить её на ровной поверхности. Если позволяет время, то рекомендовалось сделать землю под ней более рыхлой для надёжного срабатывания механизма. Для установки ловушки следовало резким и сильным движением при помощи рычагов опустить дуги на землю, пока вы не почувствуете, как они защелкиваются на крючках, прикреплённых к нижней раме штурмовой ловушки. Стальной трос не должен при этом быть натянут во избежание срабатывания капкана. В руководстве отмечалась необходимость маскировки капкана. Для избежания травм во время установки ловушки следовало стоять на коленях обеих ног, не наклонять голову слишком низко и после щелчка держать руки снаружи ловушки. При необходимости ловушку можно было легко обезвредить, потянув за трос. Если же трос по какой-либо причине оторвался, то следовало надавить на сетку прочной дубинкой длиной не менее 1 метра до тех пор, пока не произойдёт деактивация. Рекомендовалось назначать ответственных людей, которые должны были знать точное положение конца троса ловушки. В руководстве написано, что ловушки следовало размещать в один ряд, либо в шахматном порядке. К сожалению, каких-либо подробностей о применении данного оружия и его эффективности мне найти не удалось. Но вы можете посмотреть подробные фотографии данного девайса в моём телеграм-канале, а также скачать инструкцию к нему. Ссылка в закрепе.